Для приготовления кислородного коктейля мы берем витаминно-белковую смесь, насыпаем в стаканчик, заливаем соком, вспениваем. Такой кислородный коктейль может заменить 4-х часовую прогулку на свежем воздухе. Его рекомендуют взрослым без ограничений и детям от 2 лет. Напиток состоит из сока с добавлением витаминно-белковой смеси. Распространители фитококтейлей уверены, их продукт улучшает общее состояние организма и повышает иммунитет. И это еще не все плюсы. Также помогает противостоять инфекционным заболеваниям, улучшает умственную и физическую работоспособность. Также кислородный коктейль рекомендуется для будущих мам в целях профилактики гипоксии плода. Как известно, кожа – наша естественно защитная оболочка, которая связывает нас с внешней окружающей средой. Чем агрессивнее среда, тем больше неблагоприятных факторов воздействует на кожу, вызывая те или иные проблемы, повреждения. А вот как защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, рассказывают косметологи. Ведь от выхлопов автомобилей, промышленных выбросов и дорожной пыли – результат на лице. А чтобы его, как говорится, не потерять, нужно запомнить несколько советов. Главный фактор, способствующий сохранению нашего защитного слоя кожи – это прежде всего витамин Д. Если вы помните, в Советском Союзе всем детям давали, без исключения, витамин Д, рыбий жир. И все пили в изложечке, и были все здоровы. И наша система здравоохранения была лучшей в мире, потому что витамин Д, содержащийся в рыбеом жире или омега-3 жирной кислоты, содержащаяся там же, очень хорошо способствует образованию так называемых защитных мембран нашего организма, в том числе мембран эпидермиса. К сожалению, черное небо в городе Красноярске, по нашей медицинской терминологии, приобретает хронический характер течения. И это грустно. Врач-аллерголог Людмила Тесленко дает другой совет. По ее мнению, по черным небам особенно важно укреплять иммунитет, принимать поливитамины, минералы, элеутроокок, женьшень, в преддверии вирусных инфекций делать вакцинацию, а также соблюдать элементарные правила. Вот все просто. Тепло одеваться. Дальше. Правильно питаться и правильно отдыхать. Что это значит? Ну вот, конечно, мы стараемся, чтобы в это время пища была богатой витаминами. Сейчас это сделать легче, чем весной. Потому что много фруктов, овощей. Я думаю, что надо закрыть глаза на то, что многие фрукты, может быть, не совсем качественные, может быть, они там обработаны какими-то добавками и так далее. Потому что если мы будем на этом вот так заострять особенно внимание, то нам кроме доморощенной картошки и огурцов, возможно, у кого есть, больше и есть-то нечего. В Роспотребнадзоре тоже дают рекомендации меньше жирного, алкоголя и прогулок вдоль обочин. А еще лучше – чаще выбираться из города. Но понятно, что убежать от черного неба вряд ли получится. Юлия Мавшуч, Екатерина Филиппова, Николай Чистяков. Новости ТВК.